Сережа утепляет стены на втором этаже. Здесь он все утеплил с этой стороны. Осталась только вот эта вот часть небольшая. А в этой комнате на втором этаже он тоже все утеплил и уже и обшил уже здесь все пленкой. Осталось здесь только, что сделать Сережа? Бруски да и обшить USB. Вот такие бруски сделать вот на эти стены. Как только он эту стену все утеплит, мы продолжим работать. Там надо будет уже заказывать USB. Ой да жарко здесь очень. Вообще здесь мне кажется жарче, чем на первом этаже. Очень жарко. Там внизу, на первом этаже мы приехали, у нас 26 градусов. А здесь, наверное, все 30 с лишним. Сты прямо аж подбросает. Здесь спать Сережа будет очень тяжело. Только надо с открытым окном. А у нас на окнах на втором этаже нет решеток. Смотри, надо заказывать. Ну, это сетка, как правильно называется. Ну, решетка, все правильно сказала. Сетка москитная. Москитная, да, сетки, если вот точнее говорить. Пойдем чай попьем. Конечно, пойдем. Руки только помой сейчас. Ты сегодня хочешь полностью доделать эту стену? Ну, доделать сегодня или на завтра еще останешь? А в ту сторону? Чем вы тут занимаетесь, молодой человек? Уборкой? Так, Сережа полностью утеплил сюда. Сейчас весь мусор подметет. А куда ты делал остатки, которые у нас остались у упаковки утеплителя? Здесь у нас теперь все чистенько, красиво. Здесь у нас будет кладовка. Здесь комната. Здесь вот у нас уже в этой комнатке, видите, Сережа уже все обшил. Здесь палатка. Еще есть надувной матрас. Здесь вот четыре упаковки осталось. Как она называется? Нет, как она называется? Крышка. Не крышка, а как? Не крышка, по-другому. Нет, все правильно. Как она называется правильно? Люк. Люк. А ты там сверху утеплил тоже его? Да, сделал. Люк утеплил, Сережа все сделал, чтобы оттуда не дуло. И вот у нас осталось четыре упаковки. Как-то, ну, не подрассчитал Сережа. Ничего, а сейчас туалет утеплим. Туалет утеплим уличный. Почему это? А зачем нам там утеплять? Там тепло. Не надо утеплять. Такой Сережа. Все, порядок, красота. Здорово. Я тоже не знаю, как лучше. Ты взял ножницы? Он рукавом идет. Он даже не рукавом идет, да? Ну, как раз хватит, смотри. Как будет? Как хочешь, давай. Ну, вот-вот. Его было? Все. Во. Здесь будут уточки. И вокруг них камушки уже будем выкладывать. Вот так, смотри, вот, видишь? Выкладывай. Здесь уже твоя работа. Сегодня у нас, посмотрите, какая погода. Прошел дождик и вышло солнышко. Такая красота на улице. И тучи, и солнце. Где-то, да, должна быть радуга. Но перед нами ее нету. Ну, шикарно. Очень красиво. Вот просто не передать словами. Деревья переливаются разными красками. От светло-зеленого до темно-зеленого. А я сейчас хожу каждый день в центр реабилитации. Там мне делают массаж. Потом пневмомассаж. Наверное, всем интересно, что такое пневмомассаж. Это такой, одевают сапожок. И там ставят режим запоминающий. Там много режимов разных. 30 минут процедура идет. И там как сапожок разделен на несколько частей. Каждая часть надувается по очереди. Когда все части надуются, как сжимается нога. Там пух. Все, все сдувается одновременно. И опять вот так поочередно. 30 минут. В общем, процедура очень хорошая. Это для того, чтобы вот в моем случае снять отек. Там очень много показаний. Но в моем случае вот это. Также мне делают лазер-магнит. Плюс электросимуляцию. Это высшее колено. Там идет четырехглавая мышца. Вот ее укрепляют. и гимнастика. Плюс тренажеры. Вот я рано утром ухожу и в обед прихожу. Но есть люди, которые лежат в сационаре. Там мне тоже предлагали. Но я отказалась, потому что от дома от больницы минут я 13-14 до не спеша. поэтому полежать на диване я и дома смогу полдня. Поэтому я отказалась. Хожу каждый день. Вот неделя уже отходила. Еще неделька осталась. Поэтому большую часть я нахожу сейчас в городе. Сейчас вот Сережа приехал и мы едем в дом. Покажу немножечко вам наш город. Зеленый город. Очень много деревьев насажено. Очень красиво в городе. Это редкость, когда в городе много деревьев. Субтитры добавил DimaTorzok Рябинки у нас вдоль вот так посажены, да? Нынче рябина прямо урожаем радует. На, кстати, тоже, Сережа, нам собрать. У нас? Рябинки. В лесу? Да, в лесу. Конечно, в лесу. Городскую-то зачем? Она здесь только пыль, грязи. И сварить хотя бы чуть-чуть варенья. Ну, немного, так, чуть-чуть. Ведра два. Варенья. Ведра два. Варенье из рябины вкусное. Оно сладкое, а когда уже окончательно проглатываешь, да, вот варенье, во рту. И появляется такая приятная горчинка. Варенья. 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 Варенья.